Добрейшего времени суток! Продолжается в стране карантин. Думаю, чем же заняться? А пойдем займемся любимым делом. Что-нибудь приготовим вкусненькое. И сегодня я хочу приготовить острые крылышки на огне. Хочу показать своеобразный рецепт. Немножко он необычный, нестандартный. Но зато это очень вкусно, сытно и полезно. Пройдусь по ингредиентам. Что нам нужно для того, чтобы приготовить крылышки? У меня ровно 2 килограмма крылышек. Мед 5 столовых ложек. Из специй по столовой ложке паприка, красный перчик, черный перец и корица. Горчица, острый соус, соевый соус, чесночок и перец пручковый. От крылышка я буду отрезать фаланговую часть. Она мне не нужна, не пригодится. Я ее отрежу и в дальнейшем я ее буду использовать, когда буду готовить наваристый сутчик. Начинаем готовить. Первое, что делаем, отрезаем фаланговую часть. Она нам не нужна. Вот так вот будет это выглядеть. Отделили от наших крылышек фаланги. Вот так вот они у нас теперь выглядят. Начинаем мариновать. Первое. Соль адыгейская. Много не солите, потому что соевый соус у нас соленоватый. Специи. Специи здесь все по столовой ложке. Соевый соус 20 столовых ложек. Горчица острая 5 столовых ложек. Соус острый 2 столовые ложки. Мед. У меня здесь 5 столовых ложек. Сюда же даем чеснок. Чеснока у меня ровно головка. Чеснок подавили. Я очень люблю острое. Поэтому я еще добавлю сюда половинку красного стручкового перца. Все это теперь мешаем. Все хорошенечко помешали. Мед растаял. Все это отправляем в холодильник на 4 часа. В общей сложности наши крылышки промариновались около 4 часов. Вот так вот они выглядят. Костер у нас догорает. Костер догорает. Надеваем крылышки на шампура. И идем готовить. Начинаем готовить. Вот так вот жарятся наши крылышки. Перевернули второй раз. В общей сложности крылышки готовились 25 минут. Снимаем и пробуем, что у нас получилось. Крылышки готовы. Пробуем, что получилось. Как я говорил, в общей сложности крылышки готовились 25 минут. Запах меда, запах корицы. Ну что, пробуем. Обалденные по остроте. По сладости. Очень вкусно. В принципе, в таком соусе можно готовить любую часть курицы. Да и не только, наверное, курицы. Очень вкусно. По остроте. Если кто-то не любит острое, конечно же, не добавляйте тогда острый перец или острый соус. Но у нас карантин продолжается в стране и в принципе в мире. Поэтому, почему бы не выйти на улицу. Да или в принципе даже можно это сделать дома и приготовить вот такие вот вкуснющие куриные крылышки. Друзья, спасибо, что со мной. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что смотрите. Ставите лайки. Всем хорошего настроения. Всем здоровья. Приятного аппетита. Пока.